В прошлых уроках мы с вами разобрались с этой таблицей основные времена в английском языке с примерами на русском, с глаголом «играю», «играть». Теперь пришло время поговорить о пассиве или страдательном залоге в английском. Я убираю комнату. Это будет актив. I clean the room. Пассив будет «комната» убирается мной. The room is cleaned by me. Здесь нам полегче будет, потому что пассив, как правило, не делается во временах future continuous, будущее длительное время, просто технически его невозможно сделать. И в группе времен perfect continuous. Совершенные длительные времена. Запомните, что весь пассив в английском языке делается очень-очень просто. Идет глагол «be» и добавляется смысловой глагол в третьей форме. Третья форма глаголов делается довольно просто. Подавляющее большинство глаголов – это правильные глаголы, и они просто добавляют окончание «и», «ди». Неправильные глаголы образуются по-разному, их надо выучить наизусть. Пример актива. Мы сыграли в игру «we played the game». Пассив. Игра была сыграна, и можно добавить «нами». Не со всеми глаголами в английском можно сделать пассив. Например, «принимать ванну» будет «to have a bath». То есть он принимает ванну. «He has a bath». Но не получается сказать эту фразу в пассиве. По сути, он не может производить действия, иметь эту ванну. Поэтому бессмысленно будет звучать фраза «the bath is had by him». Теперь на примерах с глаголом «clean» – это правильный глагол. «Чистить», «убирать». Составим таблицу времен в английском языке пассива. Present simple – простое, настоящее. Она убирается, например, комната. Или ее убирают. It is cleaned. Past simple – простое, прошедшее. Она была убрана. It was cleaned. Будущее. Future simple. Она будет убрана. It will be cleaned. После модального «will» глагол будет иметь только одну форму – «be». Перейдем ко времени длительному. Continuous. Present continuous – настоящее длительное. Она убирается. Она убирается. Ее убирают. Вот в данный момент, сейчас. It is being cleaned. Past continuous – прошлое, длительное. Вчера, например, когда я зашел в комнату, ее убирали в этот момент. It was being cleaned. Будущее длительное время. Попробуем его сделать. It will be being. Видите, технически не получается. Бибикать мы не будем, поэтому мы вычеркнем. Это время для пассива. Перфектное время. Present perfect – настоящее совершенное. Только что, вот комнату убрали. It has been cleaned. Past perfect – прошлое совершенное. До какого-то момента в прошлом комнату убрали. It had been cleaned. И future, perfect – совершенное. Будущее время. Какому-то моменту или точке в будущем эту комнату уберут. Кто-то ее уберет. It will have been cleaned. Еще раз посмотрите на всю таблицу. Смысловой cleaned не меняется. Только меняется глагол be. Теперь то же самое проделаем с неправильным глаголом «делать». To do – прошлое время did. И вот причастие «прошедшее» будет done. Третья форма глагола – какой уже «сделанный» или «сделавший». Обратите внимание, что смысловой глагол в третьей форме – done – не меняется. Время меняется только за счет изменения глагола be. Еще есть один тип пассива, например, фраза с каким-нибудь модальным глаголом. После модальных глаголов глагол be будет в первой форме, в инфинитиве. Поэтому такой пассив так и называют – инфинитивный пассив. «The room must be cleaned» – комната должна быть убранной. «It could be done» – это могло быть сделанным. «The game should be played» – игру следовало бы сыграть. Или игра должна быть сыгранной. Удачи всем в изучении английского языка. С вами был Альберт Кахновский. «Альберт Кахновский»